Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ. Прямой эфир. Сегодня у нас в студии начальник финансового управления администрации Ленинского района Татьяна Валерьевна Макушкина. Татьяна Валерьевна, добрый вечер! Добрый вечер, Олег! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Огромное спасибо за то, что согласились, пришли к нам на эфир. А нашим телезрителям я хочу сразу сказать, что сегодня мы будем говорить о финансах. Это бюджет, это субсидии, это безвозмездные поступления. Если вам эта тема интересна, а я уверен, что каждый наш телезритель готов узнать, как зарабатывает Ленинский район и как он тратит бюджетные средства. Поэтому в ближайшие 45 минут мы будем вместе с вами говорить о бюджете Ленинского района. Татьяна Валерьевна, первый вопрос. 26 апреля в историко-культурном центре состоялись публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год. Давайте с этого и начнем. С какими результатами финансовыми закончился 2016 год? Если говорить только о финансовом результате, как математической величине, то этот результат положительный. Мы исполнили бюджет с превышением доходов над расходами. Такая ситуация называется профицит. И размер профицита у нас составил более 194 миллионов рублей. А всего в 2016 году в бюджет у нас района доходы поступили 7,5 миллиардов рублей. Расходы составили чуть меньше, 7,3 миллиарда. Огромные цифры. Подождите, если мне не изменяет память, то в 2015 году доходы и расходы, я скажу, были совсем другие. Совершенно верно, Олег. В 2015 году у нас доходы и расходы были более чем в два раза меньше. 3,5 миллиарда рублей мы получили в доходы и 3,4 миллиарда составили наши расходы. Кстати, бюджет в 2015 году тоже был исполнен с профицитом, с превышением доходов над расходами. И профицит этот составлял у нас порядка 59 миллионов рублей. Тогда давайте мне и посредством нашим телезрителям объясним, откуда такие показатели и за счет чего такой рост доходов и расходов в Ленинском районе. Да, на первый взгляд может показаться эта ситуация непонятной. На самом деле все просто. Доходы бюджета формируются у нас из двух больших частей. Первая часть это собственные налоговые и неналоговые доходы. Почему собственные? Потому что они закреплены за бюджетом, действующим законодательством, налоговым, законодательством о местном самоуправлении. А второй, не менее значительный сегмент это безвозмездные поступления. Безвозмездные поступления из других уровней бюджетной системы Российской Федерации. И вот именно безвозмездные поступления у нас в прошлом году так существенно изменили объем доходов и расходов бюджета. Тогда давайте мы немножко развернем эту тему. Что такое безвозмездные поступления из других уровней бюджетной системы? Тогда я скажу, что такое бюджетная система. Бюджетная система это совокупность бюджетов Российской Федерации. И она у нас многоуровневая. Так же, как и многоуровневая у нас власть. Есть федеральный бюджет, который служит для того, чтобы реализовывать полномочия федеральных органов власти. Есть региональный бюджет, в нашем случае это бюджет Московской области. Есть бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений. Вот сколько публичных образований, публичных правовых образований, столько и бюджетов. Каждый из них имеет свой бюджет. И иногда бывает такая ситуация, что из вышестоящего бюджета в нижестоящий бюджет начинается перемещение денежных средств. Но я скажу условно вышестоящий и нижестоящий, потому что закон так бюджета не определяет. Каждый бюджет самостоятелен. И когда из бюджета выжестоящего уровня в бюджет нижестоящего перечисляются денежные средства, вот именно они называются безвозмездные поступления из другого уровня бюджетной системы. Тогда у меня сразу возникает вопрос. А в связи с чем поступают бюджетные средства из других уровней? И какие были безвозмездные поступления как раз в 2016 году? Ну, прежде всего, бывают случаи, когда субъект наделяет муниципальное образование частью своих государственных полномочий. И здесь действуют бюджетные правила. Если передается полномочия субъектам, то передаются средства на его выполнение. Эти средства называются субвенция. Субвенция передается на реализацию государственных полномочий. Вот объем субвенции в районный бюджет в 2016 году у нас составил 1,6 млрд рублей. Это приличная цифра. Да, значительная. А что это за полномочия, вы можете меня спросить. Прежде всего, это полномочия в сфере образования, обеспечения государственных федеральных образовательных стандартов. Как в сфере дошкольного образования, так и в сфере общего образования. Второй по величине объем передаваемых государственных полномочий, это государственные полномочия в сфере социальной защиты и социальной поддержки населения. Прежде всего, это предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Это госполномочия по обеспечению жильем детей-сирот, по обеспечению питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет. Всего 19 видов субвенций, 19 полномочий, 19 видов субвенций было передано областью району для реализации в 2016 году. Но это еще и программы по обеспечению жильем детей-сирот и без попечения родителей, которые остались. Да, и деятельность комиссии по делам несовершеннолетних. Здесь очень много направлений, и часть направлений это полномочия, связанные с управлением, с функциями управления. Но это не единственные межбюджетные трансферты, которые передаются из областного бюджета в бюджет муниципального района. Есть случаи, когда субъект оказывает муниципальным образованием поддержку в решении полномочий местного значения. И передает, как бы участвует в решении этих вопросов, и передает средства для реализации полномочий. Эти средства называются субсидия. Субсидия, она подразумевает, что задача выполняется двумя уровнями бюджетов одновременно. И когда нам область передает субсидию, мы со своей стороны тоже гарантируем определенный размер софинансирования этой субсидии. Вот именно в форме субсидий в 2016 году нам были переданы средства из бюджета города Москвы на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры. То есть из всего вышесказанного я понимаю, и мы об этом с вами говорили не один эфир, что это те самые 3 миллиарда, которые Москва выплатила за счет территорий, которые отошли в субъект. Совершенно верно. Эти деньги нам впервые были представлены в конце 2012 года. Речь шла о 3 миллиардах. Присоединили мы территорию к Москве с 1 июля 2012 года. Конечно, освоить сразу эти деньги было невозможно. И долго очень ситуация у нас развивалась медленно. Кардинально все изменилось в 2015 году с приходом Олега Владимировича Хромова. Могу проиллюстрировать цифрами, как динамика у нас менялась. В 2012 году мы израсходовали порядка 40 миллионов из этих денег, в 2014 260, в 2015 440, а в 2016 эта сумма составляла 2 миллиарда. То есть можно сказать, что фактически эти средства были в 2016 году освоены. Их освоение завершено. И за счет них реконструировалось и строилось ни много ни мало 18 объектов муниципальной собственности. Помните какие, да? Жители города Видное могут видеть новую трибуну на стадионе Металлург с по трибунным пространством. Мы все ждем с нетерпением, когда после реконструкции, с частичной реставрацией откроется наш любимый районный дом культуры. Уже видно построенный замечательный новый корпус инфекционной больницы. Кто лежал в старом корпусе, меня поймет. Даже не сомневаюсь в этом. Да, жители сельского поселения Молоковская с нетерпением ждут завершения строительства Молоковской участковой больницы. Молоковский, потому что это будет еще и для Володарского поселения больничные. Новое современное медицинское учреждение. В поселке Развилка построена замечательная детская школа искусств, которая готова к обводу в эксплуатацию. А в сельском поселении Володарское с этими средствами удалось решить сразу несколько проблем. Вводится в эксплуатацию новая школа, которая решит проблему второй смены. Реконструирован детский сад Пчелка и построен новый детский сад. А там полностью будет ликвидирована очередь детские сады. Но и на территории города Видное много объектов, образования у нас ремонтировалось, строилось и реконструировалось за счет средств города Москвы. Ну, я еще даже вспомню, вот просто по памяти, это еще и в поселке Володарского, да, это очистные сооружения. Да, совершенно верно. Почти 6 тысяч уже составляет население муниципального образования, основная его часть проживает в поселке. И проблема с водоотведением там стояла остро. Сегодня очистные сооружения построены и тоже готовятся к обводу в эксплуатацию. Я напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир, свои вопросы вы можете задавать по телефону 541-2540 и 541-2525, вы видите их на своих экранах, звоните, если у вас будут вопросы касаемо бюджета Ленинского района. Давайте еще поговорим об особенностях. Какие еще есть особенности в бюджете Ленинского района и которые хотелось бы, может быть, отметить? 2016 год вообще для Ленинского муниципального района был особенным. С 1 января 2016 года район принял на себя выполнение полномочий пяти поселений. Городских поселений Видны, Горки Ленинские, сельских поселений Булатниковская, Молоковская и Развилковская. Безусловно, это не могло не отразиться на районном бюджете. Так же, как с государственными полномочиями, то же самое бюджетное правило здесь действует. Передаются полномочия, передаются средства на их исполнение. Вот из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на выполнение переданных полномочий тоже поступали трансферты, и их общая сумма составила 1 миллиард 800 миллионов рублей. То есть сейчас поселения, которые вы перечислили, остались без своих бюджетов? Нет, ни в коем случае. Я в течение года слышала это мнение не один раз, а оно глубоко ошибочно. Бюджет является неотъемлемой частью любого муниципального образования. И передавшие полномочия поселения свой бюджет не потеряли. Они также его формируют и исполняют. Он утверждается, рассматривается Советом депутатов поселения. Совет депутатов вносит в него изменения. То есть здесь не произошло никакой потери бюджета у поселений. Хорошо. Тогда кто формирует и исполняет бюджет? Формирует и исполняет бюджеты поселений финансовое управление администрации Ленинского муниципального района. И надо сказать, делаем мы это с 1 января 2009 года с датой вступления в силу 131 федерального закона. То есть у поселений своих финансовых органов не было никогда. То есть вы хотите сказать, что с момента образования поселений сами поселения не формировали и не исполняли бюджет? Самостоятельно они это не делали. Свои финансовые органы не создавали. Они передали эти полномочия муниципальному району. На тот момент 13 из 14 поселений района. Сегодня и сельское поселение Володарское, которое самостоятельно осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения, тоже передает полномочия по исполнению бюджета районному финансовому органу. И в этом есть здравый смысл. Создавать на территории муниципального образования небольшого, сельского, отдельный финансовый орган невыгодно ни экономически, ни организационно. И то, что в 2016 году поселения передали полномочия по решению вопросов местного значения администрации района, позволило значительно сократить численность аппарата управления. Если мы посмотрим расходы на содержание аппарата 2015 года и сопоставим их с расходами 2016 года, то мы видим экономию более 140 миллионов рублей. Я слышала разные мнения по поводу передачи полномочий. Вот для противников передачи полномочий аргумент 140 миллионов рублей, направленных на решение вопросов местного значения, ну, наверное, должен быть очень веским. И когда мы на публичных слушаниях в поселениях рассматривали исполнение бюджетов, например, в городском поселении Видное, где экономия по аппарату самая значительная, очевидно было отмечено, как выросли расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и дорожное хозяйство в этой сфере. То есть экономический эффект объединения управленческой функции, передачи управленческой функции, она дает неоспоримый. То есть, если я правильно понимаю, если мы берем такую жизненную, самую простую ситуацию, то есть когда в семье один единый кошелек, то тратить деньги получается более выгодно, не выгодно даже, а, как уже слово подобрать, более точечно, что ли, да, может быть, получается, и более целенаправленно использовать финансовые средства. Вы знаете, в данном случае, наверное, это не совсем верный пример, потому что средства, полученные от поселений, направлялись именно на решение управленческих задач на территории этих поселений. И объемы направления расходования этих средств в первую очередь утверждался Советом депутатов поселения. И несмотря на то, что поселений 5 и бюджет у нас такой большой, сама методика составления и исполнения бюджета позволила видеть прозрачно каждому поселению, куда идут эти денежные средства. Хорошо. Мы с вами много говорим о межбюджетных отношениях, субвенции, субсидии. А собственные доходы район из чего формируются? Как я уже говорила, собственные доходы – это налоговые и неналоговые доходы, закрепленные за муниципальным образованием, действующим законодательством. Основной объем наших собственных доходов составляют налоговые доходы. Запомнить их очень просто. Всего 6 видов налоговых доходов поступают в бюджет района. Это налог на доходы физических лиц, подоходный налог. Это единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в быту ЕНВД. Это доходы от применения упрощенной системы налогоблажения. Это патентная система налогоблажения, которая возникла не так давно. Два вида государственной пошлины поступают в наш бюджет. И акцизы на бензин, которые отчисляются из областного бюджета в наш бюджет на формирование дорожного фонда. Татьяна Валерьевна, я обратился к нашим телезрителям, они сразу позвонили. И вот такой вопрос, раз уж я задал, именно из чего формируется бюджет. И вот наш телезритель Алексей Тарасов задает вопрос. Какими методами преимущественно привлекаются средства в бюджет сейчас? Мы, наверное, должны в данном случае сказать о работе по мобилизации доходов, которые мы ведем. Слово такое, мобилизация военная, немножко пугающее. Но, наверное, оно применяется к этой работе, исходя из важности работы для муниципального образования. Прежде всего, для того, чтобы в бюджет поступало больше доходов, должна развиваться экономика муниципального образования. Ведь бюджет — это зеркало экономики муниципального образования. И на отчете по итогам социально-экономического развития за 2016 год глава наш обращал внимание, что более 450 предприятий было создано в 2016 году. Это 3000 рабочих мест дополнительно. И зарегистрированные в Ленинском районе. А что такое дополнительные рабочие места? Это дополнительно налог на доходы физических лиц в наш районный бюджет. Кроме того, конечно, появляются на территории организации индивидуальные предприниматели, которые пытаются вести здесь коммерческую деятельность без постановки на налоговый учет. И деньги в бюджет района не поступают, соответственно. Вот ведется большая работа по выявлению этих организаций. Более 200 организаций таких было в 2016 году обнаружено. Кроме того, наверное, наши телезрители слышали, что в Московской области действует трехстороннее соглашение, которое устанавливает минимальный размер заработной платы в разных отраслях экономики. И мы следим за соблюдением этого трехстороннего соглашения. Почему? Потому что легальная, не конвертированная от слова «конверт» заработная плата, серые схемы заработной платы, они не дают поступление налогового отчисления в бюджет. Мы заинтересованы в том, чтобы заработная плата была белая, и чтобы она обеспечивала налоговые поступления в районный бюджет. А у этой медали есть вторая сторона. Ведь граждане, которые работают, они имеют полное право на социальное и пенсионное страхование. А социальное и пенсионное страхование у нас осуществляется только с той зарплатой, которая является белой. Поэтому мы такие организации тоже выявляем путем статистического анализа. Ну и, конечно, борьба с недоимкой. На комиссию мы в прошлом году приглашали 149 организаций, 30 индивидуальных предпринимателей и даже приглашали физических лиц, имеющих большой объем налоговой задолженности. Многие из них стали на путь исправления. И по итогам мобилизации доходов консолидированный бюджет Ленинского района получил порядка 400 миллионов рублей дополнительно. Мы перечислили чуть выше, мы перечислили 6 налоговых видов. Какой же все-таки самый основной, самый важный для района доходный источник? Для района важны и нужны все доходные источники. Это пообъяснимо. Но самый большой удельный вес в составе собственных доходов бюджета составляет налог на доходы физических лиц. Почти 750 миллионов рублей по доходному налогу, НДФЛ, мы получили в районный бюджет в 2016 году. Удельный вес его составляет более 43% собственных доходов бюджета. На втором месте у нас стоит целая группа налогов, которые называются налоги на совокупный доход. В основном это налоги от малого и среднего бизнеса, от отрасли торговля, это ЕНВД, это упрощенная система налогоблажения, это патент. Их удельный вес значительно ниже, но все-таки значительно составляет 24%. И на третьем месте идет у нас группа доходов от использования муниципального имущества. Это не налоговые доходы, о которых я забыла сказать, когда говорила о собственных доходах. К ним относятся доходы от арендной платы за землю, доходы от арендной платы за муниципальное имущество, плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций. На эти доходы приходится 18% удельного веса в общем объеме собственных доходов. Мы с вами говорили о том, что существует несколько бюджетов, это и федеральные, это и региональные, и это бюджеты района, поселения и так далее. Люди, граждане, которые платят земельный налог, налог на имущество, в какой бюджет поступают эти средства? Да, простому человеку очень трудно разобраться и понять, в какой бюджет какие налоги поступают. Но физические лица, граждане у нас платят на самом деле не так много налогов. Мы знаем, что подоходный налог у нас поступает и в бюджет поселений, и в бюджет муниципального района, и в бюджет Московской области. А земельный налог, налог на имущество физических лиц, налог на недвижимость, я бы его так называла, мы платим в местные бюджеты, в бюджеты поселений. И ведь не случайно этот налог называется местным, потому что он привязан к месту двумя способами. Он устанавливается местными органами власти, и он уплачивается в бюджет не по месту регистрации гражданина, или не по месту, где он осуществляет свою трудовую деятельность, а по месту, где находится имущество. Земельный участок, дом, дача, квартира, например. Вот, пользуясь случаем, Олег, я с вашего разрешения хотела обратиться к телезрителям и напомнить, что каждый гражданин Российской Федерации обязан платить у нас законно установленные налоги и сборы, предложить всем с использованием имеющихся сервисов и МФЦ, и сервисов налоговой службы проверить свою налоговую задолженность, и если вы ее обнаружите, принять меры к ее погашению и пополнить тем самым местные бюджеты. Совсем недавно наша съемочная группа выезжала на территорию и выявляли объекты, которые не зарегистрированы, но которые уже стоят, что называется, на земле, тот же налог на имущество. Насколько, если, вот я сейчас предположу, такой может быть фантастический результат, но если бы все, кто зарегистрировали свое право и начали платить налог на имущество, налог на землю, насколько бы бюджет Ленинского района увеличился бы? Вот хотя бы приблизительно мы можем сказать? Вы знаете, Олег, сегодня очень трудно определить ту базу, ту налоговую базу, которая не введена в налоговый оборот. Я помню этот сюжет в эфире вашего телеканала и должна сказать, что эта работа новая, она в районе ведется недавно. И если телезрители видели этот сюжет, они помнят, что путем домового обхода, в сельских населенных пунктах, в дачных товариществах, выявляются строения, которые не стоят на налоговом учете, с которыми владельцы используют, но налоги с них не уплачивают. Им предлагается провести комплекс мер по постановке объекта на налоговый учет. Работает, будет продолжаться, тем более в преддверии у нас дачный сезон, когда сюда приедут владельцы очень большого количества строений, но рассчитывается, что в несколько миллиардов, наверное, по области, вот эта сумма выпадающих налоговых доходов идет. А ведь земельный налог, он же тоже берется, если у человека имеет в собственности, или там, но он не оформил в регистрационной палате, он не оформил кадастровые. В части земельных участков здесь ответственность у населения больше, потому что ценность земли понимается все более и более отчетливо. Здесь ситуация более положительная, а со строениями она обстоит хуже. Получается, что те граждане, которые не платят, вот эти, которым мы вышеперечислены, шесть видов налогов, которые не платят в местный бюджет, так называемый, земельный налог и налог на имущество, бюджет Ленинского района недополучает определенные средства. Означает ли это, что те услуги, которые должна оказывать, выполнять, исполнять районные администрации, администрации поселений, что они либо некачественные, либо просто люди недополучают того, что они должны получать муниципальные услуги? Я с вами, Олег, абсолютно согласна и ошибочно полагать, что бюджет это что-то от нас далекое, существующее собственной жизнью, потому что каждый день, выходя из дома, мы сталкиваемся, в общем-то, с бюджетом. Мы выходим в благоустроенный или неблагоустроенный двор, мы едем на работу по отремонтированной или не отремонтированной местной дороге, мы ведем своих детей в садик или в школу, мы пользуемся услугами здравоохранения, учреждений, культуры, и если мы не платим налоги, мы сами себя таким образом, конечно, тоже обделяем качеством тех услуг, на которые мы должны и можем претендовать по закону. Татьяна Валерьевна, я сейчас задам вопрос. Он очень давно муссируется и в средствах массовой информации, просто в каких-то разговорах о том, чтобы люди платили налоги не по месту работы, а по месту там, где они живут, потому что человек, который живет, я сейчас условно говорю, в городе Видное, работает в Москве, и, соответственно, налоги платит в Москве, но ухоженный двор он просит у себя дома, строительство детских садов, школ, поликлиник, он все хочет, чтобы это было здесь, в городе Видное, где он проживает. Вот на Ваш взгляд, можно ли как-то этот механизм все-таки урегулировать, чтобы деньги, которые человек платит в виде налогов, шли именно туда, куда, где живет этот гражданин? Я знаю, об этом мечтают многие муниципальные образования, особенно для Московской области, наверное, эта тема актуальна, потому что мы непосредственно сграничим с городом Москвой, и, конечно, у нас трудовая миграция очень значительная, но с практической точки зрения, я думаю, что система налогового администрирования здесь будет очень сложна, и практически реализовать эту идею в ближайшей перспективе, наверное, не представляется возможным. Ну, здесь можно идти другим путем, создавать рабочие места там, где живут люди, место и жительство. Ну, я согласен, согласен. Просто мне всегда казалось, что это хорошие были бы поступления в бюджет, и тогда действительно можно было бы людям говорить, что я плачу налоги, да, но ведь он же, когда говорит, что я плачу налоги, он же порой забывает, так я условно так скажу, забывает, что он платит налоги в другой субъект. Но тем не менее гражданин всегда прав, и наша обязанность с вами создавать ему комфортные условия по месту его жительства, ну и рассчитывать на то, что он будет бережно и уважительно к этим хорошим условиям относиться. Чуть раньше мы говорили о работе с организациями, да, должниками. Какие еще меры принимаются для того, чтобы увеличить бюджет Ленинского района? Ну, кроме развития экономики и борьбы с недоимкой, наверное, новых мер не придумаешь. И здесь мы действуем в тесном взаимодействии с Федеральной налоговой службой, Межрайонная инспекция номер 14. В состав нашей комиссии по мобилизации доходов входят и правоохранительные органы, чтобы что-то скрывать и прокуратуры, и органы внутренних дел, и, безусловно, службы судебных приставов. И когда организации приходят на комиссию, ну, чувствуют они себя, на ней, наверное, не всегда уютно. Будем надеяться, что для некоторых это еще и совесть. Ну, будем надеяться. Татьяна Валерьевна, в 2015 году бюджету Ленинского района предоставлялась дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. В 2016 году район сохранил дотационность? Да, район свою дотационность сохранил. Надо сказать, что дотация нам впервые была предоставлена в 2015 году. И в 2016 у нас объем дотации составил 35 миллионов рублей. И больше 300 миллионов рублей – это дополнительный норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц взамен дотации. Но я бы слово «дотации» не боялась. Ничего страшного в этом слове нет. И, наверное, объяснить нашим телезрителям, почему нам предоставляется дотация. Субъект Российской Федерации, любой субъект, а у нас это Московская область, он выполняет функцию финансового регулятора. То есть обеспечивает одинаковый уровень бюджетной обеспеченности, одинаковый уровень доходов и расходов на территории всех муниципальных образований, которые входят в состав субъекта. Вот субъект проводит расчет доходов и проводит расчет расходов. И в случае, когда расчетные доходы не покрывают расчетные расходы, на эту разницу субъект предоставляет нам дотацию. Почему у нас такая ситуация с вами возникла? Наше муниципальное образование очень динамично развивается с точки зрения увеличения численности жителей. Мы приграничный субъект, у нас активно ведется жилищное строительство, у нас прибывает численность жителей, у нас быстро увеличивается количество учреждений, особенно учреждений образовательных, учреждений социальной сферы, у нас увеличивается количество благоустройств и протяженность автомобильных дорог, и у нас расходы, темпы роста расходов опережают, темпы роста доходов. Для нашего территории это естественно. И надо сказать, что законодательство сегодня составлено таким образом, что муниципальным районам Московской области остаться без дотации практически невозможно. Но дотация ни в коем случае не означает, что мы стали жить хуже. Важно, чтобы все наши расходные полномочия были обеспечены финансированием, чтобы ни в одной нашей бюджетной отрасли не чувствовался дефицит денежных средств, чтобы не страдало качество предоставления муниципальных услуг на территории района. Я даже где-то читал в каких-то источниках о том, что Ленинский район входит в десятку по Московской области по обеспеченности на душу населения, если так можно сказать. Да, в бюджете принято считать обеспеченность доходами на душу населения. Доходы на территории муниципального образования делятся на численность, но я должна сказать, на официальную численность, статистическую численность населения муниципального образования, потому что фактическая численность у нас превышает статистическую, наверное, несколько раз. И вот по уровню обеспеченности доходами собственными на душу населения район занимает в Московской области девятое место. Это очень высокий показатель. Ну, я думаю, что да. Тогда такой вопрос, может быть, он, ну, не знаю, покажется вам странным. Дотационный или дотация, это ведь не в долг жить? Нет, это совершенно не в долг жить. Это не заемные средства. И очень хорошо, Олег, что вы задали этот вопрос. У нас в Ленинском муниципальном районе и в поселениях Ленинского муниципального района отсутствует муниципальный долг. Мы не привлекаем заемные средства. Нам достаточно тех средств, которые мы имеем для решения вопросов местного значения и на развитие. И даже оставаясь дотационными, мы осуществляем капвложения и осуществляем расходы на укрепление материально-технической базы своих учреждений не только средствами за счет трех миллиардов, но и собственными средствами. Поэтому дотация это ни в коем случае не жизнь в долг. Мы практически много уделили времени, как уже говорили, субвенциям, субсидиям. То есть, приходит передача средств туда-сюда, если говорить простым языком. С одной стороны, уровень бюджетной обеспеченности превышен, с другой стороны, недостаточен. Вот, наверное, имея дотацию района, приходится сокращать какие-то социальные программы, еще какие-то направления, которые жизневажны для района, для каждого жителя. Начну с того, что Ленинский муниципальный район небольшой по площади, небольшой по численности населения, если сравнивать с другими муниципальными образованиями Московской области. На нашей территории находится семь поселений. И уровень расчетной бюджетной обеспеченности считается и для каждого поселения, и для муниципального района. И вот на территории небольшого района разные по уровню бюджетной обеспеченности поселения. И есть такие поселения у нас, где уровень расчетной бюджетной обеспеченности в несколько раз превышает среднеобластной. И они перечисляют в бюджет Московской области средства, из которого формируется фонд поддержки муниципальных образований. То есть поселения, в которых расчетный уровень бюджетной обеспеченности превышен, перечисляют в Московскую область средства. Московская область формирует фонд, и из этого фонда осуществляется предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности тех муниципальных образований, где расчетный уровень низкий. И вот как у нас ситуация в районе складывается парадоксально. С одной стороны, область предоставляет нам дотацию. С другой стороны, три наши поселения перечисляют в бюджет Московской области денежные средства по сумме равной половине этой дотации. То есть происходит рациональным, трудно назвать такое движение денежных средств с территории одного муниципального образования. Татьяна Валерьевна, тогда такой вопрос. Порой семейный бюджет сложно составить. Нужно на это, на это, на это, на это. Мне кажется, у вас работают такие профессионалы, потому что, учитывая, что у вас бюджет Ленинского района, бюджеты поселений, как вы со всеми этими цифрами, как вы со всеми этим справляетесь? Ну, спасибо большое за оценку нашей работы, Олег. Ну, так и есть. Надо сказать, что Финорган в районе, наверное, ровесник района. Мы были созданы 1 февраля 1965 года, 52 года нам. За это время мы, безусловно, какой-то опыт наработали. Коллектив у нас стабильный, профессиональный. А то, что мы формируем бюджеты поселений с 2009 года, позволило нам уверенно исполнить вот ту задачу по реализации полномочий поселений, которая перед нами была поставлена. Я думаю, мы справились. Публичные слушания прошли во всех поселениях района. И годовые отчеты об исполнении бюджетов поселений в апреле месяце утверждены во всех поселениях, где мы исполняем бюджет. Я весь эфир старался не загружать наших телезрителей различными словами, которые, может быть, кому-то покажутся сложными для восприятия. Вообще, на мой взгляд, бюджет – это довольно сложная тема для людей, может быть, непосвященных. Вот, возможно ли подача этой темы в какой-то более доступной форме? Очень актуальная и насущная для нас проблема. И, наверное, в том, что для большинства граждан бюджет непонятен, непрозрачен. Виноваты мы финансисты, потому что используем много терминов специальных. Но мы над этим работаем. Мы пытаемся себя преодолеть. Поэтому в этом году впервые мы создали такую опцию, которая называется «Бюджет для граждан». На сайте районной администрации в нашей рубрике «Бюджет и налоги» размещен бюджет для граждан в доступной графической форме. Он содержит и словарик, объясняющий основные термины, называется глоссарий. Он в картинках, схемах содержит пояснение многих понятий бюджетного процесса. Ну и непосредственно сам бюджет района с внесенными в него изменениями можно увидеть на сайте в доступной, понятной форме. И мы были бы очень благодарны нашим телезрителям и с удовольствием бы рассмотрели их предложения и рекомендации, как этот бюджет сделать еще более доступным и понятным. Наши контактные телефоны указаны на сайте, указан наш адрес электронной почты. Пишите, звоните. Мы открыты, мы готовы к диалогу, готовы поправить. И вообще наша цель сделать бюджет понятным и прозрачным каждому жителю Ленинского муниципального района. Спасибо, спасибо большое. Татьяна Валерьевна, мы с вами встречаемся накануне самого большого, мне кажется, праздника для всей нашей страны. Это 9 мая. Если у нас есть такая возможность, давайте поздравим наших ветеранов с наступающим Днем Победы. С большим удовольствием от своего лица, от лица своих коллег, ну, наверное, всего молодого поколения, для которого вы, уважаемые ветераны, на долгие годы обеспечили мирное небо над головой. С большой благодарностью, с низким поклоном, поздравляем вас с этим великим для всей нашей страны днем. Желаем вам дольше оставаться с нами, желаем здоровья и со своей стороны будем поддерживать и стремиться к обеспечению мира. Спасибо. Я присоединяюсь к вашим словам и говорю нашим телезрителям с наступающим праздником, Днем Победы. И пускай вы никогда не услышите такое страшное слово, как война. Татьяна Валерьевна, спасибо за то, что пришли, ответили на многие вопросы. Приходите, я думаю, что тема бюджета, она действительно будет интересна, если мы о ней будем рассказывать в доступной форме, которую телезрители поддержат, и уж тем более то, о чем мы говорили, доступная форма для граждан, что такое бюджет Ленинского района. А я с вами прощаюсь, всего доброго, спасибо, что все это время были вместе с нами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok